Неземная достопримечательность Крыма – Марсианское озеро. Оно появилось здесь случайно, в месте добычи знаменитого Альминского камня. Еще каких-то полсолетия тому назад никто и подумать не мог, что здесь разольется глубоководный и обширный пресный водоем, который станет туристической изюминкой Бахчисарайского района. Лазурного цвета вода – белые обрывистые берега, а пустынная природа создает ощущение нахождения на другой планете. Размеры озера впечатляют. Чистая пресная вода, которая поступает из подземных родников. Его глубина сопоставима с Азовским морем. В отличие от моря, когда бы ты сюда не приехал, здесь никогда нет шторма, всегда полнейший штиль и комфортная температура воды. Поэтому часто сюда ездим. Это излюбленное место для отдыха не только местных, но и туристов. Многие сбегают сюда даже с морского побережья. Неземной пейзаж его неповторимым колоритом так и манит. Здесь можно остановиться на кемпинг, порыбачить или просто провести день на берегу озера. Вода невероятно мягкая, замечательная, прозрачная. Поэтому решили, что каждый год будем хотя бы на день сюда заезжать. Здесь прекрасно. Рыбки в ножке кушают немножко. Бесплатный пилинг тоже хорошо. Оседлать ушастого и проехаться по живописным ландшафтам Бахчисарайского района. Экскурсия верхом занимает несколько часов. Это прогулка на ослах вокруг легендарных сфинксов Королевской долины. Здесь можно полюбоваться красотами Мангупа, изучить пещерный город Эскикермен. Очень-очень красивая природа, хорошая животная, хороший воздух, хорошая обстановка. Мне очень нравится. Ослиная ферма – любимое место отдыха с семьей. Здесь можно не только прокатиться верхом на ушастом, но и отведать лакомство из его молока. Коктейли и очень полезный сыр. А искусным наездникам выдают удостоверение водителя ословода. Ханский дворец – популярное место среди туристов. Здесь всегда выстраиваются длинные очереди на экскурсии. Неудивительно, ведь это памятник истории и культуры общей мирового значения. Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. В нашей школе традиция. Мы каждый год привозим детей в это интересное место – Бахчисарай. Это дворец, культура, архитектура, история нас очень интересует. Большая ханская мечеть, персидский дворик, соколиная башня, гарем – это только малая часть резиденций крымских ханов. Объектов в комплексе всего 16. У туристов есть возможность окунуться в атмосферу крымско-татарской культуры, посетить помещение, где когда-то вершилась история. Сегодня там жилые кварталы города. Дворец был также снесен в 19 веке. Как вы понимаете, в наши дни гарем не действует, поэтому все мы с вами туда проходим. Побывать в ханском дворце и не сделать фото – это нонсенс, считают отдыхающие. Здесь можно не просто запечатлеть красоты резиденции ханов, но и самим побыть в их образе. Мне очень нравится. Я бы сам переоделся, но просто фотать мою красавицу некому будет. Просто вот так вот. Так что у вас все понравилось, все красиво. Да, очень красиво. Очень хорошо. Мы первый раз, так что все очень великолепно. Кизаж красивый. Очень. А это третий и самый большой по величине парк-миниатюр на полуострове. Если до этого времени в Бахчисарае было интересно посмотреть на Ханский дворец и пещерные города, то теперь поток туристов увеличился из-за построенной новинки. Обойти Крым за полчаса – это возможно в парке-миниатюр «Крым на ладони». Здесь чувствуешь себя настоящим гулливером из страны Лилипутии. Среди маленьких копий достопримечательностей полуострова. От Керчи до Севастополя можно добраться очень быстро, не дожидаясь окончания строительства трассы Таврида. Айши Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет» из Бахчисарая. Редактор субтитров А.Семкин